Привет, я Роман Сымбалюк, корреспондент УНИА на Москве. Вчера я выпустил видос о том, как осквернили победу в России. Фактически этот процесс присвоения исключительно себе, то есть Российской Федерации, продолжается. И по большому расчету на сегодняшнем параде Владимир Путин повторил свои старые тезисы. Теперь, если внимательно его слушать, получается, что с нацистами воевала исключительно Россия. Да, он называет ее исторической Россией, но согласитесь, как же это созвучно? Мы бы победили без Украины. В истории нашей страны немало героических свершений. Но на особом месте победа над фашизмом. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства. И безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут также в считанные недели подмять под себя и Советский Союз, тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло. Если внимательно смотреть, вот этот московский парад. Даже здесь видно, что так называемая Георгиевская лента стала неприемлемой для бывших советских республик, а ныне независимых государств. Посмотрите, кто из почетных гостей? Нурсултан Абишевич Назарбаев. То есть, первый президент независимого Казахстана. И что мы видим у него на груди? У него своя лента. Казахская. Почему? Потому что с Георгиевской лентой сейчас ассоциируется захват территорий независимых государств. И в первую очередь вторжение в Украину. На самом-то деле в Казахстане, да и в Беларуси. Очень и очень этого опасаются. И вот в этих мелочах это видно. Потому что до 2014 года никто не стеснялся одевать этот элемент победы. При каждом случае Владимир Путин старается подчеркнуть особенность России в годы Второй мировой войны. Как он говорит, многие страны легли под нацистов, но не Советский Союз, не историческая Россия, никакой Беларуси, никакого Казахстана и тем более никакой Украины. Но знаете, парадокс в том, что кажется, Георгиевская лента стала менее популярна даже в Москве. Не знаю, это субъективное мнение, но такого количества этого элемента, как раньше на машинах, на сумках, на одежде, такого уже нет. Хотя, конечно, люди одевают это. Но мне показалось, что это уже не настолько массовое явление. Может быть, в России уже начали задумываться, что этот культ войны опасен. Опасен уже для их детей, которых сейчас все-таки время от времени одевают военную форму. И очень четко уловил вот это настроение мой друг, российский блогер Александр Торн. Я вам очень рекомендую посмотреть вот это видео. Это не политическая сатира. От него немножечко становится жутко. Но, наверное, подмечено все очень и очень четко и жестко. Поймите, дети, наше будущее. Ведь империя должна расширяться. А для этого нужны солдаты. Уклонисты нерабочий материал. Из них невозможно слепить то, что нам нужно. Их родители уже промыли им мозги ценностью жизни и прочей либеральной чушью. Автомат в их руках больше никогда не сыграет симфонию вежливых людей. Владимир Владимирович вспоминает защитников Брестской крепости. Вспоминает их подвиг и их трагедию. Но упомянуть, что это происходило на территории современной республики Беларусь, независимого государства, это уже ниже его достоинства. Ведь их подвиг, защитников Брестской крепости, он теперь урок исключительно для российских защитников. Удар захватчиков принял гарнизон Брестской крепости. Бились до последнего. Оставили потомкам на стенах цитадели надписи, от которых и сегодня перехватывает дыхание. Они звучат для нас, как клятва и как наказ. Умираю, но не сдаюсь. Подвиги российских воинов в наши дни говорят о том, что этот наказ не забыт. Да, после вероломного вторжения врага на нашу территорию, были и поражения, и отступления, и тяжелые потери. Но это не сломило Россию. Вы слышите, это не сломило Россию. То есть позиционирование, что это исключительно российский праздник. Уже к началу июля 41-го в строй встали более 5 миллионов бойцов. Десятки тысяч добровольцев ушли в народное ополчение. Сейчас слова добровольцы и ополченцы воспринимаются совсем по-другому. Ведь именно под этим прикрытием в Украину вторглась Российская Федерация. И это произошло не 74 года назад, а 5 лет назад. И надо отдать должное Владимиру Владимировичу, что он слова или значения слов понимает очень и очень хорошо. Потому что ополченцы это те, кто воюют за свое государство. А те, кто воюют на стороне агрессора, являются коллаборантами. Кстати, амбиции современного российского государства никто не скрывает. Это видно даже в мелочах. Но согласитесь, это же не случайно, когда федеральные или государственные российские каналы транслируют так называемые парады из оккупированных украинских городов. Луганск, Донецк, Симферополь и Севастополь. Особое внимание уделяется почему-то Донецку. Военная техника, военная форма точно такая же, как в России. А все почему? Потому что она и есть российской. И даже эмблемы на бортах автомобиля идентичны тем, которые у российских танков на Красной площади. Под шквалом огня на восток были вывезены сотни крупных заводов. В контексте оккупации и разграбления России и Донбасса эта фраза имеет двузначное восприятие. Миллионы людей, сражаясь за родину в решающих битвах под Москвой и Сталинграде, на Курской дуге и на Днепре. Победа добывалась отвагой участников обороны древних русских столиц Киева и Великого Новгорода. Неустрашимость у защитников Смоленска, Одессы, Севастополя. Путин любит вспоминать украинские города, которые героически сражались с нацистами. Но слово Украина здесь никогда уже не прозвучит. Еще несколько лет назад представить, что президент России на параде Победы будет использовать словосочетание «древняя русская столица Киев» было невозможно. Сейчас все изменилось. И здесь уже разговор не о дедах, которые боролись и победили фашизм. Это обоснование современной российской агрессивной политики. Фактически это выдвижение территориальных претензий. Фактически это заявление о том, что Россия не признает независимое украинское государство. И из этого нужно нам исходить. Посмотрите на акции, которые проводит оппозиционный блок и которые являются аналогом бессмертного полка. Фактически люди, которые туда пришли, они придерживаются пророссийских взглядов. Как там кричали в Одессе? Одесса – русский город. Так вот, любопытно, знаете, что если бы, не дай Боже, его оккупировали в 2014 году, как Донецк, никто бы уже ничего не кричал. Ни русский город, ни слава Украине. Потому что, когда устанавливается оккупационная администрация, как в том же Донецке и Луганске, все ходят с троем. И есть одна позиция по любому вопросу. Ну, как в любом тоталитарном государстве. Например, в Советском Союзе. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах. Но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя. Невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас. Прославлять победу, которая была и остается одной на всех. Этими словами, вроде бы, Путин отдает должное ветеранам, которые живут не только в России, а во всех странах, бывших советских республиках. Но на практике это не мешает ему, не останавливает его отправлять россиян сегодня в ту же Украину решать военные вопросы и стрелять в внуков этих ветеранов. Когда в преддверии, в день победы, слышишь высказывания на российских чиновников и на российских начальников, иногда задаешься вопросом, а точно ли победили нацизм? И, кстати, в этом ключе выступает и спикер МИД Российской Федерации, которая клеймит Европейский Союз, который не чтит память победителей. И да, конечно, оправданию над ругательством над памятниками нет, но как она это говорит? И еще один вопиющий случай. Повторное посягательство на захоронение советских воинов в городе Явор Нижнеселесского воеводства Польши. Только недавно центральный обелиск на кладбище, где покоится прах, более 500 красноармейцев, был восстановлен местными властями после атаки вандалов. Но вот сейчас его вновь разрисовали оскорбительными надписями. Не пытаются оскорбить память солдат, они оскорбляют себя. Вот такое лицо Европейского Союза мы видим. Вот такой уровень цивилизации демонстрируют нам эти страны. Европейский Союз готов посмотреть на себя в зеркало. Они готовы увидеть свое лицо, которое они увидят в качестве отражения. Они понимают, как они выглядят, когда практически каждую неделю мы рассказываем в этом зале о новых актах вандализма. Еще раз говорю, вандализма в Европейском Союзе в отношении памятников тем, кто их освобождал. Вот о чем нужно задуматься. Хотя на самом-то деле история она не черно-белая. И если называть сейчас вещи своими именами, почему неоднозначная оценка действий Советской и Красной Армии? Ну потому что после изгнания нацистов она там осталась. И естественно многие страны сейчас это воспринимают как оккупацию. То есть когда нацистская, фашистская оккупация сменилась российской. Если оперировать опять же современной местной логикой. Ну или если быть ближе к исторической правде советской. Но я хотел бы сегодня еще остановиться на одной теме. Ведь она очень и очень показательна. Фактически Мария Владимировна спалила всю контору. Я также хотел бы в контексте украинской проблематики сказать несколько слов относительно нежелания правительства Нидерландов рассекретить служебные документы по делу о крушении малайзийского Боинга на востоке Украины 17 июля 2014 года. Расследование еще не завершено. Но россияне уже требуют рассекретить все данные. В январе текущего года мы уже говорили об отказе голландских властей передать гласности служебные материалы по данному вопросу. На днях Министерство иностранных дел Нидерландов вновь подтвердило позицию своего правительства в записке в адрес голландских депутатов с пояснением причин невозможности обнародовать документы и служебные переговоры, в ходе которых обсуждались обстоятельства крушения малайзийского Боинга в небе над Украиной. В частности, как предполагается вопрос о незакрытии Украины своего воздушного пространства. Внимание, о чем она говорит. Украина виновата, потому что не закрыла свое воздушное пространство. Я, кстати, вину с нашей страны не скрываю. Да, самолет пассажирский погиб в небе над украинским Донбассом. Даже если он и был на тот момент оккупирован, я как гражданин Украины очень сочувствую людям, которые там погибли и фактически их жизнь оборвалась. И они ни в чем не виноваты. Но о чем говорит Захарова? Что виноват не тот, кто стрелял, не тот, кто запустил ракету, а тот, кто не закрыл воздушное пространство. И вот это, ну, по-моему, настолько очевидная манипуляция, от которой, да, даже у меня становится дыбом последние волосы. Главным залогом абсолютной надежности и непобедимости русского оружия. Министр иностранных дел сослался на постановление Госсовета Королевства от 25 октября 2017 года, по которому требования парламентариев обнародовать межведомственную переписку были признаны необоснованными. Речь идет о материалах Министерства иностранных дел Нидерландов, о материалах голландских спецслужб. Он подчеркнул, что в действиях правительства не обнаружено нарушение закона страны о гласности госуправления. Между тем, по мнению самих депутатов, эти документы могут содержать информацию об истинных причинах отказа Украины закрыть небо над зоной боевых действий, в результате чего и произошла трагедия. Стойкое нежелание голландцев обнародовать служебную переписку наводит на мысль стремление королевства вскрыть важнейшие сведения, которые могут пролить совсем иной свет на данную авиакатастрофу, а также намерение во что бы то ни стало вывести из-под удара украинские власти и вновь возложить всю вину на Россию. На то, наверное, и конфиденциальная переписка, чтобы не быть опубликованной для всеобщего обозрения. Но, знаете, очень происходит интересная метаморфоза, причем повторяется она постоянно. Как только речь заходит об атаке на малазийский Боинг, российские представители почему-то сразу вспоминают, что это произошло на востоке Украины. Но когда контекст другой, они почему-то снова и снова начинают носиться с так называемыми молодыми республиками, по которым и сегодняшний день тому подтверждение ездят российские танки. Какие скверные голландцы не хотят согласиться с московским тезисом, что виновата во всем Украина, которая допустила российское вторжение. Кстати, да, вина на нас все-таки лежит, что мы были настолько недальновидными и отравленными вот этим тезисом о братстве народов. Но, повторюсь, если бы в любой европейской стране неожиданно появился бы российский Бук, он с большой вероятностью смог бы тоже заварить пассажирский самолет. Кстати, зенитно-ракетный комплекс Бук, аналог которого и атаковал малайзийский Боинг, сегодня гордо прокатился по Красной площади. На этом все. Читайте Униан, подписывайтесь на мой YouTube канал. С днем победы. Пока.